На следующей неделе, 21 марта, в Чебоксарах проверят работу системы экстренного оповещения населения. Электросирена включится ровно в 10 часов утра. В это время прозвучит громкий сигнал «Внимание всем!». Повторно он прозвучит в 10.30. Проверка носит плановый характер, в связи с чем горожан просят соблюдать спокойствие и не создавать панику. Удмуртские парламентарии бросили вызов коллегам из Чувашии. Сегодня народные избранники двух регионов и члены правительства сошлись в хоккейных баталиях. Подробности в следующем материале. На Чебоксарский лед вышли не просто настоящие мужчины, но и игроки со стажем. Депутат Госсовета Удмуртии Дмитрий Лукин хоккеем увлекается с юных лет. Несмотря на плотный рабочий график, парламентарий старается не пропускать тренировок. «Школа хоккея Удмуртия существует и работает, и дает известные имена. Есть члены сборной России». «В Чебоксарах хоккей возрождается. Такая арена очень красивая, комфортная. Я думаю, достойные поколения вырастет и в Чебоксарах хоккеистов». И именно местные власти, отмечают депутаты, должны показывать детям на личном примере, что спорт сплачивает и закаляет волю к победе. «Надо просто-напросто вовремя найти все силы и пойти заниматься спортом. Я занимаюсь активно и хоккеем, и футболом, в свободное от работы время». Ледовые дружины регионов пошли в атаку с первой секунды. Счет в матче открыли гости, но хозяева арены не желали уступать и сравняли его. Народные избранники Удмуртии признаются, что в Чувашской республике они встретили достойных соперников. Вообще хоккей набирает популярность в обоих регионах. «На самом деле на хорошем уровне. Каждый год есть планы, конечно, открытия ледовых арен в прошлом году. В 16-м, как я помню, конечно, не открыли, но в 15-м была открыта в Ижевске». «Товарищеская встреча, говорят депутаты, стала эффектной точкой рабочего визита в республику. Но уже намечены и планы на перспективу». «Итак, победила дружба и уже назначен матч-реванш. Его предложили провести в Удмуртии. Делегацию Чувашу и Выжевске ждут ответа». «Видер Туалев, Фрейдер, Республика».